Продолжение следует... Скрытые в каждом резервы. Да, можно и необходимо. Один из способов, позволяющий это сделать – метод саморегуляции. Человек, не владеющий этим методом, даже мастер спорта, не в состоянии выдержать запредельную физическую нагрузку. Занятия по психической саморегуляции необходимы личному составу для повышения работоспособности, работки в экстремальных ситуациях и условиях с наибольшей эффективностью и качеством. На данных занятиях используются приемы для повышения резервных возможностей военнослужащих. Эти приемы можно использовать как в режиме гипноза, так и в режиме саморегуляции. А вот офицер, прошедший специальную подготовку по саморегуляции. Какова его реакция на ту же нагрузку? Без малейшего напряжения мышц он способен значительное время находиться в таком состоянии. Это лишь один из тестов на готовность человека к работе в экстремальных условиях. Методика психической саморегуляции позволяет за 3-4 недели обучить военнослужащих управлению своей психикой. Никакой боли! Подготовленный человек, совершенствовавладеющий собой, совершает буквально чудеса. Прокомментирую немножко это. Дело в том, что да, если держать дольше на одном месте, жоп безусловно будет. Органика горит, закон химии. Но вопрос в другом, что болевая чувствительность, во-первых, значительно снижается, это раз. Во-вторых, характера жопа, он заживает в два раза быстрее. Методу саморегуляции могут одновременно обучаться большие группы людей. Никакого женья. Данная система состоит из двух направлений. Первое направление – это использование гипнотического внушения для повышения резервных возможностей человека. Это направление включает в себя метод гипнофрограммирования, а также метод развития психических процессов и повышения способностей у человека. Метод гипнотического программирования предназначен для программирования поведенческих реакций в экстремальных ситуациях. Необходимо сказать, что этот метод позволяет повысить работоспособность человека в боевых условиях от 40 до 80% в зависимости от вида профессиональной деятельности. Вторым направлением использования гипнотического внушения является развитие у человека его психических процессов. Ну, прежде всего таких, как памяти и внимание, то есть тех психических процессов, которые необходимы для обладения современными видами борьбы в техниках. В данном случае демонстрируется развитие возможностей памяти. Руки перед собой. Руки перед собой. Так, руки перед собой. Так, внимание. Сейчас я досчитаю до трех. Вы резко опускайте руки. Мы проверим ваше восприятие. Итак, один. Два. Два с половиной. Так, спасибо. Все опустили руки, остались здесь. Пройдите, садитесь, пожалуйста, на ваши места. Так, спасибо. Так, спасибо. Обычно человек сразу запоминает 6-8 слов после гипнотического воздействия свыше 30. Гипнопрограммирование используется при подготовке специалистов, в работе которых необходима особая внимательность, высокая точность движений и быстрота реакции. Такие специалисты необходимы во всех видах вооруженных сил. Испытуемые выполняют штатную операторскую работу. С помощью электровоздействия моделируются экстремальные условия работы оператора, что приводит к значительным нарушениям нормального состояния его психики. Результат – большое количество ошибок. Будете слушать только меня, и мой успокаивающий, усыпляющий, действующий голос. И смотреть на этот блестящий, очень блестящий шар. Только на этот шар и слушать только меня, и мой голос. Я буду считать от единицы до пяти. Методом гипнопрограммирования у оператора создается установка, действующая в течение года. Эта установка позволяет работать в экстремальных условиях, например, при белевом воздействии, даже качественнее, чем в обычных. Метод гипнотического воздействия применяется как индивидуально, так и в воинских коллективах. Продолжение следует...